Доброго утра! Как девушка я с уверенностью могу заявить, что каждый из нас знает, какого мужчину она хотела видеть рядом с собой. И вряд ли этот персонаж без особых внешних данных и достоинств. Но, как известно, идеал понятия субъективное. Им на сегодня предлагаю пойти и разобраться, какой же он твой идеальный. Мужчины, о которых мечтают чуть ли не все женщины мира, это в первую очередь голливудские актеры-красавчики. Такие как Джордж Клуни, Брэд Питт, Роберт Паттисон. А вот, например, в 80-е годы популярны были брутальные и накачанные спортсмены. В 90-е на пьедестал зашли длинноволосые и субтильные юноши-модели. А вот в 2000-е бесспорно стали эпохой интеллектуалов и бизнесменов. Мы, женщины, очень часто предъявляем требования к своим мужчинам или к мужчинам вообще, противоположные по своим качествам. Нам хочется, чтобы мужчина был одновременно и сильным, брутальным, при этом ласковым, нежным и чувственным. Зарабатывающим очень много, но не жестким, не жестоким. И это приводит к тому, что либо мы всю жизнь находимся в поисках этого идеального избранника, либо подтягиваем под эти качества нами придуманные тех мужчин, которые рядом. Идеальный мужчина. Какой он? Качеств может быть много. Высокий или низкий, темноволосый или лысый, в строгом костюме или обычных джинсах, на машине или метро, живущий в центре или в спальном районе. Мужественный, который ответственный, может постоять за свою девушку. Дарит много подарков. Высокий, брюнет, добрый, заботливый, но жесткий, работящий мой муж. Современный мужчина должен уметь все. Быть и грубым, и нежным, романтичным и остроумным, следящим за модой и старомодным, уверенным и богатым. И так до бесконечности. Подбирая себе партнера, нужно прежде всего смотреть на качества души, на человеческие качества. Совпадаем ли мы по каким-то интересам, по ощущениям. И самое главное, надо помнить, что любовь, безусловно, любовь на то и существует, чтобы принимать человека, который рядом, таким, как он есть. И тут возникает главный вопрос. Какой же он идеальный? Я вам отвечу, не знаю, но бесспорно он существует. Попробуем хотя бы представить его. Идеальный должен быть заботливым, красивым, состоятельным, иметь чувство юмора. Но главный вывод, который я сделала, идеальный мужчина – это ваш мужчина. И другого быть не может. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!